Мне очень приятно сказать, что эту секцию мы посвятили нашему довольно известному нейрогенетику Леониду Ивановичу Корочкину. Многие его знали. Я бы хотела начать эту конференцию, эту секцию, с небольшого рассказа об этом человеке, чтобы вы представляли, кому мы посвятили эту секцию. Итак, Леонид Иванович Корочкин. На данном слайде я попробовала собрать незначительные его регалии, которые он заслужил за свою жизнь, но на самом деле регалии ничего не значат в этой жизни, а важно, что сделал человек. Леонид Иванович Корочкин за свою жизнь руководил тремя лабораториями. Одну лабораторию в Новосибирске и две лаборатории в Москве. Одна в Институте биологии развития, другая в Институте биологии гена. Это на самом деле очень законоперно, потому что это зависело… Все эти лаборатории, они были направлены на исследования, которые соответствовали его интересам в разные этапы его жизни. Потому что начинал он с дрозофилы, дальше ему стала интересна вообще биология развития всех организмов. А в определенное время он пришел к изучению стволовых клеток. И, соответственно, все эти три лаборатории и были акцентированы на различные направления этих исследований. Это слайд. Я специально его сохранила, потому что это слайд Леонида Ивановича Корочкина. Это старые фотографии с его мамой, которые говорят о том, что он родился в 1935 году в Новокузнецке, потом быстро по семье переехала в Кемерово, и там он пошел в школу. Это слайд тоже его. Здесь интересен его отец, с которым он стоит. Его отец был очень известным врачом, который в Сибири занимался эпидемиологической обстановкой. Сохранились его дневники, удивительные совершенно дневники, в которых он описывал все эпидемиологические ситуации в Сибири того времени. Это скрупулезное, совершенно четкое описание разных событий в разных городах, и как они решали эти проблемы там. Он был очень ответственный человек. Он рано заметил способности у своего сына, и очень много внимания уделил тому, чтобы из Леонида Ивановича Корочкина получился достойный член общества и в основном достойный ученый. При этом его отец был профессиональный художник, и он дал второе образование своему сыну, и в результате у Леонида Ивановича Корочкина было как медицинское образование, так и образование художника. Да, я хочу сказать, что он учился еще в гимназии, где мальчики и девочки учились отдельно, и поэтому у них была мужская гимназия. Он очень трогательно про это вспоминал. Далее он поступает в Томский медицинский университет, и там он создает молодой парень, который еще не кончил университет, создает гистохимический кабинет, куда ходят многие студенты, аспиранты, сотрудники. И это можно считать, что это одно из первых достижений Леонида Ивановича Корочкина, если не учитывать золотую медаль при окончании гимназии и блестящее обучение в институте. В 29 лет его замечает академик Беляев и приглашает руководить лабораторией в свой институт. И с этого момента начинается достаточно активный научный взлет этого человека. Он переезжает в Новосибирск, знакомится с большим количеством известных людей. На данной фотографии он открывает конференцию с Тимофеевым Рисовским, с Тауровым и с Алгаником. Из недр этой лаборатории, которая была создана в Новосибирске, сейчас образовалось две лаборатории, одной из которых руководит Закиян, другой из Серов. Вы этих людей знаете прекрасно. Это ученики Леонида Ивановича Корочкина. Здесь я попробовала собрать, это было очень сложно, по разным совершенно направлениям достижения, которые сделал Леонид Иванович Корочкин в разных направлениях. Это нечитабельный текст, и вы его не читайте. Если кому-то будет интересно, я могу его прислать. Я просто показала объём того, что он сделал, потому что интересы, вот эти разносторонние интересы, которые у него были, они позволили ему сделать достаточно значимые шаги совершенно в разных направлениях, как в вопросах генетических закономерностей, как он называл, гены мастера и гены рабы, также и в процессах генетики развития организмов, также и в возможности использовать стуловые клетки, характеристики стуловых клеток. Он активно писал, у него был потрясающий язык, фактически вот такого старорусского стиля с изумительной грамотностью. И это вот те немногие книги, которые были, но на самом деле их больше. Но обратите внимание, это всё посвящено в основном нейрогенетике и нейробиологии, потому что это был основной интерес Леонида Ивановича Корочкина. В какой-то момент, даже ещё изучая дрозофил, он пришёл к тому, что очень многое зависит от развития нервной системы в организме. Я уже говорила, что его отец очень много сил вложил в его образование. И вот одно из направлений, на котором он настоял, его отец, это было обучение в художественной школе. Ходит легенда о том, что, получив такое образование, он рисовал обычные эстетичные картины, но ему очень нравится играть в футбол. И однажды нападающий, не попав по мячу, а Леонид Иванович Корочкин стоял на воротах, попал ему по голове. И вот после этого, как он рассказывал, он ночью проснулся, ему захотелось рисовать. И вот он начал рисовать такие картины. Я потом ещё несколько картин покажу. Картины у него удивительные, они популярны в мире, они находятся в коллекциях многих зарубежных коллекционеров. И удивительно, как они туда попадали. Он их никогда не продавал. Это был принцип. Он их менял на книги. Поэтому очень достаточно известный коллекционер, имеет его картины, но откупались от него книгами. Основное открытие, вот в моём понимании, субъективном я прекрасно понимаю, но мне кажется, что одно из основных открытий, которые, можно сказать, является достоянием Леонида Ивановича Корочкина, это введение понятия принципа качелей. Мы сегодня уже видели в пленарной лекции упоминание ландшафта Одингтона. Так вот, Леонид Иванович Корочкин ещё много лет назад сказал, что ландшафт Одингтона не удовлетворяет условиям пути в дифференцировочном потенциале клетки. Потому что он считал, что клетка не статична, что клетка пластична в своём выборе пути на каждом этапе. И скорее её путь дифференцировки похож на принцип качелей, а не на ландшафт Одингтона. И очень многие работы, которые сейчас есть, они подтверждают его это предположение. Он его в своё время выдвинул на том, что он смотрел различные предшествия к нейронов и показал, что предшественники обладают маркёрами, характерными для разных типов нейронов, несмотря на то, что их сначала характеризует, что это предшественник, например, холиэнергического нейрона. И он сказал, что в стуловых и прогенитарных клетках проявляется общий принцип антогенеза – это функции генов с опережением, то есть синтез матричных РНК, которые будут нужны на более поздних сроках. Причём это целый пул матричных РНК, характерный для разных путей дифференцировки клетки. И потом были работы, подтверждающие эту теорию между переходами различных вообще типов прогенитарных клеток. А самое кардинальное – это эпидемиальный мезохимальный переход, который тоже теперь показан. Второе достижение Леонида Ивановича Корчкина – это ещё в 1991 году он сказал, что для развития нейральной стволовой клетки и правильной дифференцировки её прогенитарных клеток важна позиция ниши. Позицию нейральной ниши ввёл, была видена в 2000 году. А в 1991 году Леонид Иванович говорил о том, что формирование фенотипа нейронов на основании горизонтального уровня взаимодействия генов и факторы, влияющие на нейральную дифференцировку, делятся на три направления. Это гормональный статус организма, влияние экспрессии клеток окружения и влияние экспрессии генов собственной клетки, что идентично практически понятию ниши. Помимо таких значимых работ и утверждений, он очень большое внимание последние года, лет, наверное, 10, если не больше, наверное, 20 даже, уделял вопросам возможности использования стволовых клеток. Эту работу, которую проводили вместе с двумя коллективами Марии Анатольевны Александровой и Геннадий Тихоновича Сухих, когда они занимались вопросами восстановления спинного мозга при трансплантации стволовых прогениторных клеток. Вы слышали сегодня доклад Чихонина, но вот это одни из первых работ в России, которые были посвящены именно этому направлению. Вот это корсинки тех годов из публикации этой совместной работы, где они показали эффективность использования стволовых клеток. Вот у меня, к сожалению, здесь нет этого слайда. Да. Я хочу сказать, что они ввели понятие, которое сейчас почти не используется, СПК – стволовые прогениторные клетки. Вот мы в свое время вчера с Сел Тарсеньевичем этот вопрос все время обсуждали, как же их называть. Вот в свое время Мария Анатольевна вместе с Леонидом Ивановичем Корочкиным вводили вот такое понятие СПК. Оно, в общем-то, достаточно близко к пониманию принципа вообще работы этих клеток. В результате этих исследований было показано, что действительно СПК хорошо действует на восстановление спинного мозга, но эти работы использовали фитальный материал. В те времена это было разрешено, и в лаборатории Леонида Ивановича Корочкина проводили исследования по использованию всех типов в тот момент используемых стволовых клеток, эмбриональные, фитальные и клетки взрослого организма. И Леонид Иванович Корочкин считал, что фитальные клетки все-таки это самый оптимальный вариант по вопросам регенерации. Но сейчас вы знаете, что фитальные клетки запрещены к использованию, но мы не должны забывать эти работы, потому что, может быть, через много лет когда-нибудь мы вернемся к этой теме, потому что ведь можно не обязательно использовать такие клетки, а понять, какие факторы работают в этих фитальных клетках, и использовать их для терапии. Еще одно направление, опять же, совместно с Александром Марией Анатольевной и Геннадем Тихоновичем Сухих, они занимались вопросами использования стволовых прогениторных клеток при терапии различных нарушений при трансплантации в головной мозг крысы. И вот это старые фотографии из той же работы. Еще одно из достижений, которое было значимо для Леонида Ивановича Корочкина, это то, что возможно управлять дифференцировкой СПК клеток. И он искал различные варианты, каким образом можно негенетически заставить клетку дифференцироваться в нейральном направлении. Вот это одна из работ, где было показано, что возможно дифференцировать силовые и стромальные клетки взрослого человека в культуре в нейральном направлении. Что еще можно сказать? Что им разработаны принципы гистохимического тестирования функциональной активности нейронов, которые используют в мире до сих пор и идут со ссылкой на Корочкина. А ведь они были сделаны очень давно, даже не в Москве, а еще в Новосибирске. Еще ряд исследований, которые были посвящены интермуральной нервной системе, и им было показано наличие пула нейрогластического резерва в желудке, что тоже очень значимо. И цитирование на эту статью огромное сейчас, если посмотреть в школаре, что говорит о злободневности вот этой работы и о значимости этого открытия. В 1977 году, в 1977 году, вдумайтесь, он разработал уникальный оригинальный метод высоковольтного электрофореза отдельных клеток, одной клетки в плоских капиллярах. То есть вот то, что сейчас делают, это вот начало, это было сделано ручками Леонида Ивановича без всей современной техники, которую мы сейчас имеем. Ну и фантастическая работа Леонида Ивановича Корчкина, которая была посвящена возможности переноса генов от разных организмов. Начиналась она на самом деле с работы о возможности аксено-трансплантации, потому что он в свое время получил мутант дрозофилы, который в гомозиготе состоял весь измерной ткани. И только вот такому удивительному как Леонид Ивановичу Корчкину могло прийти в голову имплантировать эту нервную ткань в мозг амфибии. Они получили изумительный результат, они получили очень быстрое развитие амфибии и высокую обучаемость этих животных. И после этого стало интересно вообще, что может происходить при таких трансплантациях. Это вывело на мысль, а можно ли использовать гены? От одного организма в другой. И в результате этого были, например, сделаны эмбриональные клетки дирозофилы, продуцирующие человеческие нейротрофические факторы, которые, опять же, изучались по возможности трансплантации мозг амфибий и млекопитающих. И в результате этой работы, совершенно фантастической, непонятно, как ее можно применять, был получен удивительный результат. Было получено, что такие клетки при котрансплантации с клетками рецепиента полностью блокировали глиальный рубец при трансплантации. Это удивительно, и Леонид Иванович Корочкин стал в этом разбираться и понял, что здесь играет огромную роль комбинация хит-шоковых белков и нейротрофических факторов. И я понимаю, что в таком виде дирозофила это использовать нельзя, но это дало начало нашему всему направлению, которое потом будут рассказывать по поводу того, как мы используем нейротрофические факторы. А другая команда, которая работала над этой работой Михаила Борисовича Евгеньева, они полностью занимаются изучением белков теплового шока и возможностью их позитивного влияния. То есть это дало начало довольно значимым направлениям. Но если говорить о применениях, то вместе с Каролинским университетом была найдена одна из возможностей применения при гибели спирального ганглия, при потере слуха в результате гибели спирального ганглия. И тогда они имплантируют спинальные ганглии в эту зону. Но у них была проблема невозможность стимулировать образование нейральных отростков в заданном направлении. Им нужен был пул вырастить в нервных отростках. Поняла. И благодаря вот этой ткани, дрозефириной ткани, которая продуцирует нейротрофические факторы, была как раз достигнута эта возможность образования вот этого нейрального пула в заданном направлении, что может быть даст возможность для выставления слуха при подобном заболевании. Это слайд, который показывает, что публикации с участием Леонида Ивановича Корочкина идут и после его смерти. И последняя статья вышла в 2012 году. Это говорит о том, сколько значимы его работы и насколько они живы в науке сейчас. И напоследок я просто хотела показать несколько его картин. Я даже не знаю, что тут сказать. Они великолепны. Я их очень люблю. Это картина в коллекции где-то за рубежом. я не знаю, где. Это коллективы, которые он создал за свою жизнь, и мы ему очень благодарны. мы ученики. Это его генетическая память на этой земле. И я хотела бы сказать, что мы есть, пока про нас помнят. Я бы хотела, чтобы эта память сохранилась. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...